Приветствую, меня зовут Никита Зимин и мой вопрос такой. Топ-3 навыка, необходимых для достижения успеха. Первое, я думаю, навык генерировать энергию. Энергия это просто... Вот все успешные люди, которых вы сейчас вспомнили, у них они энергичные. Все. Никто из них не бялый, сто процентов. Драйв. Что дает человеку драйв? Что? Вот я очень много собеседований за жизнью провел, ну просто колоссальное количество. Просто... И потом делишь людей, вот у людей, у которых есть драйв, и люди, у которых нет драйва. Вот все. Это все, что надо знать. Вообще не надо копаться в человеке, что там внутри у него, какая детская травма. Человек не понимает, почему он делает то, что делает. Люди всю жизнь не могут в себе разобраться. При этом позволяют себе там судить других. Но, например, сидит девушка, всю жизнь драйвовая. Я говорю, что это такое? Вот у меня сотрудница там просто проект, проект, сын. Что тобой двигает? Она говорит, у меня отец, да, весь семейный бизнес оставил наследство моему брату, несмотря на то, что я во всем была лучше и всегда больше старалась. Просто по гендерному признаку. Очень большой драйвер, потому что чувствует дискриминацию или что-то другое. Это все не важно. Важно, либо есть у тебя драйв, либо нет. Все, точка. Очень, кстати, сильно влияет секс-драйв. У кого есть секс-драйв? Поднимите руку. Что так мало рук? Соответственно, секс-драйв – это какая-то внутренняя сила, которая заставляет, в принципе, человека добиваться очень многого. Второе, которое мне в голову приходит, это последовательность. Навык последовательности. Делать то, что ты сказал, будешь делать, и не делать то, что ты не хотел делать. Понимаете? Если ты определил, что ты хочешь заниматься боксом в легком весе, тебе надо встать в такой вес, чтобы соревноваться с людьми своего роста, а не трехметровыми, значит, ты должен отказаться от чего-то, делать то, что ты хотел, сделать последовательность своих действий. Сказал – сделал. Третье, что очень спонтанно пришло в голову – это здравый смысл. Навык здравого смысла – довериться здравому смыслу. Вот просто очень много в бизнесе, очень много в предпринимательстве люди думают, что есть какие-то формулы сложные, какие-то системы. Я провел за свою жизнь почти одну тысячу советов директоров в самых крупных компаниях, в средних, все. Я участвовал в принятии такого количества решений, важных, которые определяли. Все эти решения, каждый из них, каждый из вас способен понять. Это просто здравый смысл. Вы думаете, вы молодые, вы думаете, вам не хватает опыта, у вас все хватает. Здравый смысл есть у вас. У кого есть здравый смысл, может быть успешным. Все, что нужно знать, достаточно здравого смысла. Обычный, базовый, человеческий. Потому что это неопределяющий фактор. Когда ты нашел определяющий фактор, значит у тебя выстраивается регрессия, корреляция. Если ты нашел неопределяющий фактор, у тебя вот такая размазанная картина. Значит это неопределяющий фактор. Оскар, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы в 25 лет переехали в Россию и основали здесь бизнес. Почему не в другой стране, почему не в Германии, и почему именно в России. Я учился по обмену. Я заканчивал экономический институт. И у нас был международный бизнес. И нам надо было побыть в Америке, надо было выбрать какой-то еще университет. Выбрал Россию. И здесь влюбился. Русскую девушку. Соответственно, любовь привела меня к России. Любовь. Не холодный расчет. Не было холодного расчета, который привел. В России у меня привели эмоции. И вообще эмоции – самый главный двигатель. Все, кто думает, что самый главный двигатель вообще всего – это эмоции. И когда у нас Таня забеременела, мы поняли, что мы были такие кочевники, постоянно то там, то сям. Мы взяли все фотографии, которые у нас были за весь этот период и сделали три коробки. Где мы были самые счастливые, где мы были просто счастливые, и где мы были средне счастливые. Потому что мы были всегда счастливые. И сортировали фотки. Просто смотрели фотографию, чувствовали эмоцию и кидали ее куда-то. И так мы приняли решение приехать в Москву. В 25 лет я уже понимал, что я хочу быть человеком, который не зависит от места, который делает места. Я не хочу пользоваться местами, я хочу создавать места. Команда проекта «Ретикулум». Вопрос такой, какая самая смешно нелепая, возможно глупая идея была в вами поддержана? У меня был такой период, я был вообще там, ну, болел своим успехом. Мы там летали на частных самолетах. Я помню, мы там не в трезвом состоянии с партнером прилетели во Францию. И мы вышли из самолета, и там была вендинговая аптека. Я стоял, смотрел на это, думаю, это самая лучшая идея в истории человечества. И тогда открыл в России фармаэкспресс. И этот бизнес пошел настолько плохо, это было удивительно. Потом я узнал, что во Франции, оказывается, аптеки работают очень маленько. Они работают только 30 часов в неделю. А в России аптеки как работают? Все. Самая худшая идея в истории человечества. Я просто когда мимо нашей вендинговой аптеки прошло 25 тысяч человек и купил только два презерватива. Я понял, что эта идея вообще не летает. В конечном итоге я запустил, проверил, 20 раз поменял ассортимент, 3 раза поменял название. И в конечном итоге пришло осознание, что это вообще никому не нужно. И за весь этот процесс я потратил 50 тысяч евро. Соответственно, Джефф Бейзос сейчас написал письмо своим акционерам. Гениально. Он говорит, пока ты не сделал экспериментов на 5 миллиард долларов неудачных, не делай никаких выводов. Ну вот, я думаю, на этом остановимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!